Лилия Элоди. Гибриды лилии азиатского происхождения наиболее популярны у садоводов-любителей. Они отлично переносят невзгоды российского климата, очаровывают окраской цветков. Особую любовь заслужила лилия Элоди. Элоди, превосходно гармонирующая с другими цветами на клумбах или в букетах. Лилия Элоди. Что это? Лилия Элоди, прекрасную представительницу азиатских гибридов, считает одним из лучших сортов своей группы. Выведена она была в 2003 году. А. Петерсон, специалистом крупнейшей голландской компании Марклили. Правильное написание названия сорта Элоди, женское французское имя. К сведению, иногда встречается название лилия Элоди, но это неверно написанная транслитерация. Элоди это вообще аквариумное растение, которое не имеет к лилии никакого отношения. Лилия Элоди характеристика лилии. Элоди из класса однодольных семейства лилиных, как все ее родственники. Многолетнее луковичное растение. Описание внешнего вида лилии. Прелестная раннецветущая лилия Элоди нередко достигает высоты 120 см, реже 140 см, хотя оргинатором параметра ограничивается 90-100 см. Листья растения очередные, традиционные для всех лилий формы. Средние размеры 14 умножить на 1,5-1,6 см, насыщенного зеленого цвета. Количество бутонов на цветоносе 7-10 штат. Цветки крупные до 15-17 см восточной долготеаметрии, хотя у первоцветущих растений они бывают значительно мельче. Лепестки раздельные, радиально симметричные, их количество 10 штатов. Нижние ярусы состоят из шести крупных, немного изогнутых пластинов с волнистыми краями, верхние из трех клыкастых, резных с тремя углами. Верхний ярус лепестков обычно появляется со второго года цветения. Рыльцы цветка красной с пурпурным отливом, нектарники желтые с зеленоватым оттенком. Окраска венчика розовая с небольшими темными, почти черными крапинками. На внутренней стороне отчетливо выделяются пурпурно-розовые штрихи, горлышко бело-желтое. Разные виды корневая система лилии и лоди включает базальные и контрактильные корешки, растущие от донца луковицы надлуковичные, помогающие удерживать стебель. Основные характеристики сорта лоди – отсутствие пыльцы на тычинках, очень слабый, практически неуловимый аромат, отличная зимостойкость. До минус 34 градусов, устойчивость к заболеваниям, от всходов до раскрытия первых бутонов, проходят около 90 суток. Цветение приходится на вторую. Половину июня-июль – размножение вегетативное. Интересно, лоди – самостоятельный азиатский гибрид. Имеет разновидность – дабл-элоди, отличающуюся двойным количеством лепестков в нижних ярусах. Размножает лилию и лоди вегетативными способами. Посадка дочерних луковичек, выращивание из чешуек, деление луковицы. Особенности посадки элоди. Место для посадки элоди в открытый грунт выбирают с учетом требований, характерных для азиатских сортов и гибридов. Ей важны хорошее освещение, допускается плотень во второй половине дня, наличие хорошего дренажа, грунт нейтральный, возможен слабокислый. Оптимальный водородный показатель 6-6,5 почва плодородная, рыхлая, с хорошей водопроницаемостью, суглинистая или суписаная. Глубина посадочной лунки определяется механическими свойствами почвы и размерами луковицы. Перед высадкой луковичек ее хорошо проливают водой. Посадка сроки посадки элоди первая половина сентября на юге до конца месяца или с апреля для средней полосы Сибири и Урала. Со второй половины апреля. Технология посадки элоди удаляют поврежденные, сухие чешуйки, старые корешки осторожно обрезают, протравливают слабым раствором. Морганцево-кислого калия или перекиси водорода на дно ямки насыпают слой крупного дезинфицированного песка, если луковичка дала корни. Их укорачивают до 5-6 сантиметров, формируют холмик, на котором располагают клубень, направляя корни по скоту, засыпают песком, заполняют лунку питательной почву смесью. Место посадки покрывают мульчей. Обратите внимание, для высадки луковиц лилии элоди подходит субстрат, составленный из торфа, суглинистой почвы, листового перегноя, компоста, золы. Пересаживают азиатскую махровую лилию элоди каждые 4-5 лет. Главный признак необходимости пересадки – появление молодых побегов вокруг основного взрослого. Молодая поросль означает, что материнская луковица сформировала дочерние луковички и они готовы к самостоятельной жизни. Базовый уход за лилией элоди Неприхотливая элоди нуждается в повышенном внимании до цветения. Здоровое, не облепленное вредителями растение довольствуется своевременным поливом и подкормками, вносимыми по строгому графику. Уход полив проводят регулярно и скорее умеренно, чем обильно. Избыток влаги азиатка переносит плохо, ей лучше не долить воды, чем утопить в болоте. Для сохранения влажности подходит мульчирование основания стебля и прилегающей зоны, а также посадка низкорослых соседей, которые дополнительно защитят нежность стебель от перегрева солнцем. Вода для полива требуется теплая, мягкая, отстоянная. Подкормки вносят трижды за сезон после таяния снега, но до появления ростков подходит сброженный прошлогодний навоз из расчета 10 литров воды на 1 литр кровяка. Органику можно заменить аммиачной селитрой, растворив 4 грамма вещества в 1 литр воды. При появлении бутонов подкармливают золой, рассыпая ее по грунту из расчета 100 грамм м в квадрате. По окончании цветения вносят суперфосфат 1 стакан ложка на 10 литров воды минеральными комплексами с повышенным содержанием калийной соли по инструкции. Дополнительно повторяют подкормку древесной золой. Важно! Азиатские лилии и лоди негативно относятся к избытку азота в почве. Подбирая удобрения для подкормки, предпочтение отдают комплексам с минимальным содержанием этого элемента. Подготовка к зиме к беспроблемной зимовке. Лилии и лоди готовят заранее по окончании цветения. Цветонос связает, но не ниже 15 сантиметров от уровня земли. Оставшаяся часть с листьями способствует накоплению питательных веществ в лукавице. Осенью, когда листья полностью высохнут, стебели обрезают до 5-6 сантиметрового пенька. Если в отборе диеток растения не нуждается, его оставляют зимовать в грунте. Сначала обрабатывают оставшиеся пеньки бордовской жидкостью, чтобы осенние затяжные дожди не спровоцировали гниение луковиц. Подготовка к зиме. Следующий этап – мульчирование. Толщина слоя мульчи зависит от климатических условий от 5 до 10 сантиметров. Если место, где растут элоди, зимой продувается, устраивают легкое укрытие из сухих листьев под деревянным или пластиковым решетчатым коробом или прикрывают тканью, позволяющей земле дышать под ней. Если луковицы лилии и элоди были выкопаны с целью отделить потомство, их до весны хранят в домашних условиях, разбирают и сортируют. Взрослые луковицы хранят отдельно от дочерних. Осматривают, вырезают тронутые днилью участки. Промывают и дезинфицируют клубни бледно-розовым раствором марганцовки. Выкладывают на просушку в затененном месте, где температура воздуха не поднимается выше 18 градусов. Просушенный посадочный материал обваливают в древесной золе и упаковывают. Для хранения подойдут картонные коробочки, пластиковые контейнеры, деревянные или фанерные ящики. Луковички можно пересыпать чуть увлажненными опилками или переложить сфагнумом, чтобы они не пересохли. Хранят упаковки в прохладном месте, холодильнике, подвале, погребе, болезни и вредители лилии и элоди. Важно! Устойчивые к заболеваниям азиатские гибриды при неблагоприятных условиях могут заболеть серой гнилью, бартретисом и фузариозом. Серая гниль, поражающая луковицу, на листьях и бутонах проявляется коричневыми питнами, которые в короткие сроки засыхают. Для профилактики поражения используют фитоспорин, добавляя его в воду для полива каждые 15 дней. Заболевшие растения обрабатывают препаратами, содержащими медь, оксихом, абилепик, орданыдеры. Фузариоз внешних проявлений не имеет, поскольку процесс затрагивает только донцы клубни луковицы, вызывая его гниение и гибель растения во время зимней спячки. Эффективная мера защиты – регулярная обработка почвы фунгицидами на основе меди. Из вредителей для азиаток опасность представляют жук, пескун, поедающие бутоны, листья, медведка, хрущ, личинка майского жука, жук. Щелкун – проволочник, питающийся луковицами. Для обработки листьев, стеблей, бутонов используют средства карбофос, актелик, фитоверем. Для защиты клубни луковиц применяют препараты гром, гризли, мухоед. При выращивании нежная лилия и лоди, как все ее махровые сестры, требуют четкого соблюдения нехитрых правил ухода. Но это сущая мелочь по сравнению с великолепием ухоженных цветов, долгое время украшающих цветник или интерьер жилого помещения. Продолжение следует...